Блаженый, я же избранный, приятный, я же избранный, имя Иисус не греческое, а еврейское, и значит «спаситель», ибо оно у евреев означает «спасение» – Христа. Христами назывались цари и первосвященники, ибо были помазываемы святым елеем, которые лили из рога на их голову. Господь называется Христом и как царь, ибо воцарился для истребления греха, и как первосвященник, ибо Сам себя принес в жертву за нас. А помазан же Он истинным елеем, Духом Святым преимущественно, ибо кто другой имел Духа так, как Господь? В святых чудодействовала благодать Святаго Духа, но во Христе действовала не благодать Святаго Духа, но Сам Христос творил чудеса с единосущным Ему Отцом и Духом. И дальше апостол говорит, я передал вам, ведь, во-первых, то, что ты сам принял, что Христос умер за грехи наши по Писаниям. Первое. Самое важное, с чего мы начинали всю проповедь, говорит апостол. С чего я начинал? Я передавал вам свое предание. Часто говорят, вот там предание не нужно. Так вот, предание, вот оно. Самое главное предание, что Христос умер за наши грехи по Писаниям. Это самое сердце предания. То, что Бог передает нам свою жизнь. Самая сердцевина веры в то, что Христос умер за наши грехи по Писаниям. Что значит умер за наши грехи? Как вы считаете? Вот я вас показываю. Что это выражение? Умер за наши грехи. Как это понять? Да, наше наказание приняло на себя. Вот сейчас очень часто приходится слышать от разных людей, например, даже от известного профессора Осипова, моего любимого, который я полощу и буду полоскать и дальше. Потому что он сильно разлагает сейчас современные православные мышления. А он утверждает, что вера в то, что Христос взял наше наказание на себя, является проявлением ветхозаветного сознания и так далее. Отвечаю, это сердце в вести, благовестие. Кто утвергает веру в искупление Христа, не является христианином ни по какому смыслу. Понятно, да? Кто не верит, что Иисус является Христом, взявшим на себя наш мир, наши грехи, кто не верит, что Христос выпил чашу гнева Божия, кто не верит, что наказание наше взял на себя Искупитель Иисус Христос, невинный умер вместо виновных, праведник умер вместо грешников, нас. Наше наказание понес на себя невинный. Вот такой человек, христианин, не является даже ни при каком приближении. Это самые-самые азы. Так? Снака моего этого является просто крестом. Я не понимаю, зачем такие люди крест носят на груди. Понятно, да? О каком вообще, о чем можно говорить и речь, если человек в самое сердце не верит. Почему сказано по Писаниям? Собственно, отсюда вы заметили в Симуле Вера, сказано, да? Распятавши зоны припатии Симпилати, страдавшие погребенные воскрешившие в этот день по Писаниям. Текст, кстати, вот узнаете? Это же прямая цитата из Апостола Павла, да? То, что мы приняли. Что мы приняли от апостолов. Дело в том, что здесь ссылается апостол Павел на слова из книги пророка Исаии, которые мы будем читать позже, из 53 главы, где говорится, что вот Господь зашел как росток из сухой земли, не было в нем ни вида, ни величия, мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Наказание мира, то есть наказание нашего примирения было на нем, и язвой его мы исцелились. Все мы были как овцы и разошлись каждый на свою дорогу, но Бог возложил на него грехи всех нас. И вот эти слова Исаии, пророка, которые по этому называются предсказательным бендулистом, являются сердцевиной благовестия. Причем отнесся к себе кто? Иисус Христос. Не помните никогда? Когда это было, не помните? Нет, вот именно эту главу, когда он к себе отнес. И когда они идут уже на смерть, когда Господь идет в Гефисиманский сад с Своими учениками, он говорит так, «Истинно говорю вам, все вы разбежитесь от меня в эту ночь, и высказано в Писании, поражу пастыря, и рассеется овца. А во воскресенье же предварю вам вас Галилея». Это цитата из Захарии. Дальше Господь говорит, «Ибо сейчас приближается время тьмы, ибо он лежит исполниться на мне и этому написанному, и к злодеям причтен». А это, понимаете, цитата именно из 53 главы, где сказано, «Он бы причтен со злодеями, да, к злодеям причтен, но не было вины на языке его. И когда его душа принесет жертву милостивления, его глаза увидят потом в долговечные, и воля Божия будет свершаться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». То есть здесь Господь прямо к себе отнес эту главу всю. То есть тот самый праведник, который умирает за грехи людей, выкупает людей из-под гнета смерти, это и есть Иисус Христос. Он сам это сказал, понимаете, Он сам к себе это отнес. Поэтому те, кто не верят, что Иисус есть Искупитель, что Он действительно выкупил нас из-под праведного гнева Божия, и считают, что это некие вежливые слова для людей грубых, как говорит Осипов, те люди противоречивающиеся Господу Иисусу Христу и всему Евангелию, и всему вообще содержанию Ветхого и Нового Завета. Великого сподобились вы благо, получив благодать, которая в вас есть. Должно, однако же, вам неленостно подвязаться о имени Того, Который есть, посетивший вас восток с высоты. Да соделаетесь Ему жертвою святою и непорочную. Мы знаем, как пала природа наша со своей высоты в глубину унижения и бедности, и как посещал ее милосердный Бог своими законами через руки Моисея и других пророков. В последнее же время сделал это через единородного Сына Своего, который и есть Верховный Начальник наших первосвященников и истинный врач наш, единый сильный исцелить болезни наши, и который облегся в тело наше и предал Себя Самого за нас и за грехи наши. Его смертью мы спасены. Вникайте же и прилежно рассматривайте расположение Творца нашего и Его посещение нас по внешнему и внутреннему человеку, после того, как мы, будучи разумны, сделали с неразумными за свое склонение на волю врага, злодея, отца лжи. Я есмь пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Глава 10, стих 15. Великое дело возлюбленной, великое дело предстоятельства в церкви. Оно требует и много любомудрия, и такого мужества, что должно, как сказал Христос, полагать душу за овец, никогда не оставлять их без защиты и помощи и твердо стоять против волка. Этим пастырь отличается от наемника. Последний, не заботясь об овцах, имеет всегда в виду собственную безопасность. Первый, напротив, всегда заботится о спасении овец, забывая о себе саму. Указав таким образом признаки пастыря, Христос выставляет на вид двух губителей. Один из них – тать, убивающий и расхищающий, а другой – тот, кто ничего такого сам не делает, но зато не обращает внимания и не препятствует, когда другие это делают. В лице первого он указывает на февду и подобных ему, а в лице другого выставляет учителей иудейских, которые не пеклись и не заботились о вверенных им овцах. В этом и Иезекииль некогда укорял их, говоря, «Горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри?» Книга пророка Иезекииля, глава 34, стих 3. Но они поступали напротив, а это величайшая степень нечестия и причина всех прочих зол. «Потому-то и говорит пророк, что они и заблудшую овцу не обращали на путь, и погибшую не искали, и ту, у которой сокрушены голени, не обвязывали, и больную не врачевали, пасли самих себя, а не овец». Книга пророка Иезекииля, глава 34, стихи 4 и 8. На то же самое указывал другими словами и Павел, говоря, «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Послание к филиппийцам, глава 2, стих 21. «И в другом месте, никто не ищи своего, но каждой пользы другого». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 24. Но Христос отличает Себя от тех и других. От первых, приходящих с целью губить, словами «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком», глава 10, стих 10. А от последних, попускающих волкам расхищать овец, тем, что не только не оставил, но и положил за овец душу свою, чтобы не дать им погибнуть. В самом деле, когда положили убить его, он и не отступил от учения, и не предал верующих, но стоял твердо и благоволил умереть. Потому-то часто и говорил «Я, Есмь, пастырь добрый». Но так как слова его представлялись бездоказательными, ведь хотя изречение «жизнь мою, полагаю, избылось спустя немного времени», зато другое, чтобы имели жизнь и имели с избытком, имело осуществиться после приселения из здешней жизни в веки будущем, то, что он делает. Посредством одного удостоверяет в другом. Тем, что положил душу свою, удостоверяет и в том, что дарует жизнь. Об этом говорил и Павел. «Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся». Послание к римлянам, глава 5, стих 10. Также и в другом месте. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Послание к римлянам, глава 8, стих 32. «Но почему не обвиняют Его теперь, как прежде, говоря, «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое неистинно», глава 8, стих 13. «Потому что Он часто уже заграждал им уста и чудесами приобрел большее право свободно говорить пред Ним». Далее, так как Он выше говорил, «А овцы за Ним идут, потому что знают голос Его», глава 10, стих 4, «То что бы ни сказал кто-нибудь, отчего же были неверовавшие, послушай, что прибавил. «И знаю моих, и мои знают Меня», глава 10, стих 14. На это указывал и Павел, говоря, «Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал». Послание к римлянам, глава 11, стих 2. «И Моисей познал Господь своих». Числа, глава 16, стих 5. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 19. «Разумею тех, — говорит Христос, — о которых я наперед знал. А чтобы ты не представлял меры знания одинаковую, послушай, как Он предупреждает это дальнейшими словами. «Знаю, — говорит, — моих, и мои знают Меня. Но здесь знание не одинаковое». Где же одинаковое? «В Отце и во Мне». Здесь «как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца», глава 10, стих 15. Если бы не это хотел показать, то зачем бы прибавлял те слова? Но как Он часто поставляет Себя в ряд людей, то чтобы не подумал кто, что Его знание подобно человеческому, Он прибавил «как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца». «Так же совершенно Я знаю Его, как Он Меня». Потому-то Он и говорил, «Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына» Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27. Разумея, некоторое особенное знание, такое, какого никто другой не может иметь. «И жизнь мою полагаю». Часто повторяет это, чтобы показать, что Он не обманщик. Так и апостол, когда хотел показать себя истинным учителем и направлял свое слово против лжеапостолов, хвалился бедами и смертью, говоря, «Я был безмерно в ранах и многократно при смерти» Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 23. Выражения «Я есм свет» и «Я есм жизнь» казались для несмысленных надменными. Но слова «хочу умереть» не возбуждали ни зависти, ни ненависти, потому и не говорят ему «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое неистинно». Те слова показывали в нем великое попечение, так как Он хотел предать себя за людей, которые бросали в Него камнями. «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Кто мною, дверью войдет, и приведется к Отцу, и станет Его овцою, тот спасется, и не только спасется, но и получит великую неустрашимость от Меня, как Господа и Владыки, ибо это обозначает словами «и войдет, и выйдет». Так и апостолы смело входили и выходили предповелителей, и выходили радостными и непобедимыми, смотрим деяния святых апостолов, главу 5, стих 41, «и найдет пажить, то есть обильную пищу». И иначе, так как наш человек двойствен, по выражению апостола Павла «внутренний и внешний», то можно сказать, что входит тот, кто заботится о внутреннем человеке, и тот опять выходит, кто члены, которые на земле, и дела плотские, умерщвляет во Христе. Такой найдет пажить и в будущем веке, по сказанному «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Псалом 22, стих 1. Стихи 10, 13. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый, пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец, а наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Так как приставшие к Февде и Иуде и прочим отступникам были убиты и погибли, то прибавил, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить, называя ворами их и подобных им. А я, говорит, пришел для того, чтобы имели жизнь. Они убивали и погубляли своих последователей. А я пришел, чтобы жили и имели нечто большее, именно причастие Святого Духа, под чем можно разуметь и Царство Небесное. Итак, во Христе все имеют жизнь, ибо все воскреснут и будут жить, а праведники получат и нечто большее, именно Царство Небесное. Потом ведет речь и о страданиях, и говорит, «Я жизнь, душу мою полагаю за овец», выражаясь им, что он идет на страдания не по принуждению, а добровольно. «Словом полагаю» показывает, что никто ее не отнимет у меня, а я сам отдаю ее. Намекает и на мятежников, не раз упомянутых. Они, говорит, не положили жизни за овец, но оставили своих последователей, ибо были наемники. А сам Господь поступил наоборот. Когда взяли его, он сказал, «Если меня ищите, то оставьте сих, пусть идут, чтобы исполнилось слово, что никто из них не погиб». И при том тогда, когда иудеи пришли на него хуже, чем волки на овец, ибо пришли, сказано, с мечами и кольями, чтобы взять его. Смотрим Евангелие от Иоанна далее и Евангелие от Луки. Под волком здесь можно разуметь и мысленного врага, которого Писание называет и львом, и скорпионом, и змием. Говорится, что он похищает овцу, когда пожирает кого-нибудь через худое дело, разгоняет, когда посредством злых помыслов смущает душу. Справедливо можно назвать его и вором, который обкрадывает через лукавые помыслы, убивает через соглашение с ними, погубляет через дело. Иногда прирожается кому-нибудь помысл злобный. Это будет воровство. Если человек согласится с лукавым внушением, тогда можно сказать, дьявол убивает его. Когда же человек на деле совершит зло, тогда он погибает. Может быть, это и значат слова. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Господь делает совсем иначе, чем этот ворох. Он дает божественную жизнь, освящает и помыслы наши добрыми внушениями, и тела добрыми делами. Дает и нечто преизбыточествующее, именно то, что мы можем приносить и другим пользу посредством дара учительского, а также и Царство Небесное, как бы придавая нам некоторую лишнюю награду. Он подлинно добрый пастырь, а не наемник, каковы начальники иудейские, которые не заботятся о народе, а имеют в виду только то, чтобы получить с него плату, ибо они искали не пользы народу, а себе прибыли от народа. Стихи четырнадцатые, шестнадцатые. И я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. И отсюда ты можешь узнать различия между пастырем и наемником. Наемник не знает овец, что происходит от того, что он не надзирает за ними постоянно. Если бы он постоянно смотрел, то знал бы их. А пастырь, каков Господь, знает своих овец, потому и печется о них, и они опять знают его, потому что пользуются его надзором и по привычке узнают своего покровителя. Смотри, прежде он узнает нас, а потом уже мы его. И не иначе можно познать Бога, как быв познанными от него. Смотрим первое послание к Коринфянам, святого апостола Павла, главу 13, стих 12. «Ибо он прежде усвоился нам плотью, став человеком, потом уже мы усвоились ему, получив дар о Божине». Желая показать, что неуверовавшие не достойны быть познанными от Бога, и не суть овцы его, он сказал, «Я знаю моих, и мои знают меня», как написано, «познал Господь своих». Второе послание к Тимофею, святого апостола Павла, глава 2, стих 19. Чтобы кто-нибудь не подумал, что он узнавал как человек, он присовокупил, «как отец знает меня, и я знаю отца». То есть я так верно знаю его, как сам себя. Часто повторяет «я жизнь мою полагаю за овец», для того, чтобы показать, что он не обманщик, ибо выражения «я свет», «я жизнь» для несмысленных казались надменными. Но слова «я хочу умереть» не заключают никакого самохваления, а напротив выражают великое попечение, так как он хочет предать себя за людей, которые бросали в него камнями. «Есть у меня и другие овцы», это говорит об язычниках, «они не того двора, который под законом, ибо язычники не ограждаются законом, и тех надлежит мне привезти, ибо и эти в рассеянии, и те не имеют пастырей, и благоразумные, и способнейшие к вере из иудеев были без пастырей, следовательно, тем более язычники. Мне надлежит собрать и язычников, и иудеев». Слово «надлежит» здесь означает не принуждение, а то, что непременно последует. «И будет одно стадо и один пастырь». Во Христе Иисусе нет ни иудея, ни язычника, и никакого различия, ибо у всех один образ, одна печать крещения, один пастырь, Слово Божие и Бог. Пусть устыдятся манихеи, отвергающие Ветхый Завет, и услышат, что одно стадо и один пастырь, ибо один и тот же Бог Ветхого и Нового Завета. Слово Божие и Нового Завета.